я на озере сегодня 5 октября и получается я ровно месяц в питере ну вообще мне как-то достаточно легко оказалось я не думала что будет так легко ну в общем завтра еду уже в город возвращаемся а послезавтра вечером поеду в москву субботу утром уже будут дома вообще я уже конечно не села немножко по дому скучать с другой стороны здесь тоже дом я на классно уже готова шарлотка хлеб часов через пять будет готов сейчас надо будет прийти приготовить ужин подписать видео на сегодня совместник вместе с оксаны которые мы делаем по раскраскам ну наверное начну быстренько собирать чемодан ну окончательно его конечно буду собирать в городе да и мне здесь надо это раскрашивать одну иллюстрацию еще будет как-то так ладно поскольку не лето пойду к я уже домой что руки замерзают и я еще видите вышла в такой в осень господи в весеннем пиджачке на теплую погоду и у меня еще вот моя такая кофточка серая флисовая но она конечно теплая но опять же это дома ходить теплая но и на какую-то относительно не жаркую не холодную погоду вот там собачка гуляют люди ладно пойду мухоморчики смотрите какие до 2 мухоморчика красота люблю очень эту дорогу ну вот снимала я честно говоря мало я была уверена что раз я еду на столько но хотя изначально это получалось на три недели я думала мне если она столько еду то я буду снимать много и прям хобби влогов много хотя у меня видео то выходили и выходят регулярно единственно думала буду хобби влоги через день выкладывать и через день лайф влоги но тут не совсем получалось то что но я рассказывал что первая неделя была такая вся в уборке готовки домашних делах вот но я это делала с удовольствием но конечно еще и снимать параллельно было невозможно потому что ну во первых я была без кольцевой лампы хоть и со штативом надо кстати сегодня сразу снять со штатива свой держатель забрать потому что иначе будет весело хотя в принципе у меня запасной есть так что это не страшно вот и плюс вообще как то это было не совсем удобно и потом но с другой стороны совсем бы не снимать я не могла я все равно привыкла снимать это знаете как уже настолько привыкать что без этого не можешь но сбавить темп иногда полезно для того чтобы потом снова начать снимать знаете чтобы это все равно не приедалось чтобы появлялись новые идеи то что когда ты вроде уже привык и не можешь не снимать но когда это превращается в рутину то это все как-то однообразно а если сделать не то чтобы паузу но чуть-чуть замедлиться то появляются новые идеи ну и тому подобное что иногда действительно складывается такое впечатление что просто как по кругу встала позавтракала села снимать озвучиваешь монтируешь выкладываешь подписываешь снова снимаешь и вот так вот по кругу по кругу ну помимо конечно основных дел не на это классно ну вот иногда чтобы не было выгорания надо что-то менять такой здесь аромат шикарный знаете хвои пахнет потому что везде эти вот елки и тому подобное так классно вообще я даже сейчас вот стала активно выкладывать что-то в инстаграм потому что я тут посмотрел у меня прям очень было мало фоток ну это тоже понятно пока vpn подключишь вроде бы сейчас обещают в декабре instagram как бы официально вернуть ну как бы в общем то это и понятно я вот рассказывала что я из контакта никогда не уходила я регулярно размещаю помимо инсты вконтакте фотографии там и прочее но я не от инстаграма я отказаться не готова при любом раскладе поэтому и многие так люди а многие конечно побежали а сейчас возвращаются ну еще бы набираю воду в тазике листва мне нравится хлеб свежий и ароматный готов уже я думала что сегодня уже не выберусь на озеро но свечи лора собрала вещи выспалась сегодня позавтракали немножко там поубирали вещи ну и есть время сходить на прогулку я решила еще раз до озера прогуляться ветер сильный очень даже вот здесь прям ощущается что холодно вечером поедем в город хотя судя по непогоде может быть и пораньше поедем на 19 чем-то посмотрите какой ветер но мы планировали на 21 начата вот получается по-другому решили в общем поехать на 19 45 идем на электричку но здесь как эти две минуты пройти это вот магазин и тут же станция как видите ветер жутки ну вот сейчас уже скоро подъедет нашу ручка недолго подождать сели в электричку сели в электричку все таки публика гораздо приятнее чем у нас в Москве ну вот уже в метро девяткино мне очень нравится эта станция обожаю ее она классная вообще мне этот район очень очень нравится не знаю приятная тут атмосфера какая-то в общем все это рядом находится и станция и тут же сразу вход в метро на электричке проехались бесплатно контролера не было ну а тут можно спокойно выйти бесплатно уже в метро ну собственно говоря проезд в метричку это дорогой живой в метро вышли из метро и идем домой впервые увидела какой необычный тут букет вот эта вот физиономия интересненькая поругались помирились идем из магазина теперь сходили в магазин вот возвращаемся ну что ж едем на вокзал уже следующий день красивый тут двор но впрочем у меня тоже по-своему красивые и здесь мне нравится сейчас выкину мусор мусор заодно уже и пойдем к метро мы переночевали сегодня поезд 8 там чем-то 8 в 20-04 ехать недолго но мы вышли без пятнадцати семь хотя можно было и попозже но на всякой случае потому что конечно и вот у меня вокзала дома не так далеко и здесь недалеко но никто же не застрахован от всякой ерунды тут двор на закрыт ух ты зеленая на телефоне на камере кажется что зеленая такая подсветка что сейчас уже скоро будет метро а погода шикарная теплая как будто вчера не было этого ветра не район отличные такая архитектура красивая ну как андрей говорит там и новоделы все такое но в любом случае очень красиво так что нам повезло что у меня что здесь вот в питере в общем нам с районами повезло ну вот немножко центр решила поснимать вышли из метро ну а то я практически не бываю в центре это раньше я много здесь снимала ну а сейчас я не знаю как то как как то вообще обыденно стало но решила хоть немножко поснимать а то действительно называется была больше месяца в питере ну я действительно к этому уже так ровно отношусь здесь мне все нравится я замечаю что тут просто круто красиво но в любом случае все равно уже как бы привычка уже идем к моему поезду тут еще рядом стоит двухэтажные тоже петербург белгород что-то такое здесь есть эти самые тоже сидячий вагон но можно как-нибудь попробовать но я собственно не ездила потому что опять же начали в черкизово прибывает что мне вроде бы удобно но не прикольно Оля спасибо огромное за пакет вкусняшек тут котлетка оливки ну вот в общем еду я тут еду одна уже на двух сиденьях вышла решила ехать не на метро а на МЦК открывается все в одно и то же время но здесь я буквально там за минут пять проделаю половину дороги и там будет еще переход такой длительный по улице но и дальше в метро будет близко в общем уже еду в ласточке это метро а дома за окном весело я уже дома я вообще приехала в 6 чем-то сейчас 1450 это антоновка оль спасибо огромное я их привезла из Питера вот буду делать шарлотку хотя наверное я может быть пару яблок вот я не знаю как их сохранить хотелось бы конечно пару яблок сохранить потому что это идеальный вариант для ну знаете если при простуде лучше антибиотик в этом пакете шиповник за это Лене спасибо собрал себе и поделился еще и со мной это я буду сушить просто вот в пакете было я вот так вот чтоб ничего не попачкать огромное спасибо вот за вот эту баночку сливового варенья любимому спасибо ну он как бы говорит возьми но я переложила сюда вот ну сливу я собирала Андрей сварил а за вот эту баночку малинового варенья по моему как я поняла очень вкусное Оле спасибо как раз положила баночку в пакет с вкусняшками я эти баночки оставлю на зиму но это будет в случае всяких не дай бог проступ ну слава богу такое редко случается чуть-чуть не сглазит вот с этим буду наверное готовить тоже очень вкусное варенье буду готовить какой-нибудь пирог что-то такое вот спасибо ну в общем да как-то так вот у нас с окнами дела обстоят в целом что можно сказать сейчас я вспышку включу не сильно помогла мне ну ряби нет вот знаете конечно вот когда я приезжала ушастик еще не болел ну вроде уезжаешь уберешься приезжаешь там шерстка еще что-то нужно убираться когда он болел ну девочки в любом случае старались и тем более он то тоже пес в общем то чистоплотный был но все равно где-то что-то помимо шерсти приходилось убирать сейчас я приехала все вот как я уехала все чисто это все так и до сих пор он видит только окошки с той стороны ну как бы да они там делают фасад но не знаю когда я раньше приезжала я знала что он меня ждет а в этот раз я подходила к дверям у меня было какое-то чувство знаете по привычке что он сейчас будет мне радоваться но да к сожалению в общем как то так сейчас мне предстоит разобрать чемоданы вот ну как чемодан сумку рюкзак и вот этот пакет ну на самом деле все легкое просто объемное не все помещается в чемодан сумку и рюкзак поэтому в любом случае пришлось взять пакет я ну было довольно таки в общем то ехать комфортно как и туда так и обратно вот на стекле заляпана скворечника нет сейчас буду доставать кофеварку я ее только немножко ополоснула и сразу в пакет так это у меня канцелярия это вот мои типсы сюда напихала всякие косметички тут у меня такая типа косметика первой необходимости но я не имею привычки поправлять макияж в том числе в поезде здесь таблетки кофеварочка ее теперь надо помыть как следует вот и достать это была упаковка из-под маркеров я ее оставила и здесь у меня вся косметика форма для выпечки это мне любимые очки какие-то отдал у него там много он говорит выбери себе ну надо их помыть я выбрала пусть будут кофеварку достала ну кто смотрит видео постоянно знает что это моя любимая кофеварка я ее мою регулярно но буквально там одна-две чашки кофе и уже летят везде брызги так что буду заново мыть я ее в питере только вот чуть-чуть ну фильтр опустошила здесь немножко сейчас помою вот и стоит она у меня вот тут вот так сейчас надо разобрать вот это вот ну вот эта штука у меня вы знаете стоит здесь но когда я уезжаю я ставлю вот так не подумайте ничего такого здесь все в порядке ну а короче когда был капремонт нам сделали вот этот полотенцесушитель все было как бы ничего пару лет как бы где-то осенью получилось так что ну я не знаю короче как то отключили резко воду и здесь вот не знаю как короче говоря потом вот здесь капала вода у меня все починили сделали но я теперь когда надолго ухожу или уезжаю я всегда ставлю ведерко чтоб если что как бы все сюда тем более что капли были не какие-то там сильные просто ну если бы я это вовремя не заметила то возможно было бы неприятно так здесь у меня тейпы они у меня в другом месте хранятся это хранится вот здесь миниатюрки я уберу пока что хотя вообще их бы надо использовать ну ладно так это тоже туда куда и тейпы это у меня хранится вот в этом шкафчике вот там наверху так я забрала из Питера вот эту маску у меня было две одну я вот как раз увозила в Питер вторую я оставила здесь она мне безумно понравилась я ее всю использовала а здесь у меня стояла Avon Planet Spa в общем мне не понравилось я ее отвезла в Питер там как бы сойдет а эту забрала проходят отеки вообще очень классно хорошая штучка и приятно пахнет ну это у меня все дорожное это кисточки сюда я кстати боюсь что одну кисточку я все таки забыла ну ладно у меня их две поэтому ну пусть будет в Питере это сюда тушь станок лак в другое место надо это мне Оксана дарила это корректор вот эта штука спасибо за нее это в холодильник вот штучка это идет где все ногти это тоже в холодильник вот так вот Оль спасибо классная гигиеничка так ее куда ее наверное просто в косметику пока добью другие это здесь вот сюда ставлю так это надо я показывала от эссенс нужно короче говоря вытащить остатки средства помыть баночку она просто стеклянная так мой канальник это в пустышке это в холодильник это в дорожную косметичку продолжаю разбирать сумки у меня сейчас такая хорошая зарядка но powerbank xiaomi но первый мой powerbank был вот такой вот мы там покупали где-то с любимым ну там мужчина делал у него был сайт ну и я долгое время пользовалась везде возила потом уже аккумуляторы стали умирать потихоньку но у любимого есть там какие-то приспособления он восстановил так что емкость стала более-менее нормальная ну что ж это дело хорошее ну вот то есть я буду все равно конечно пользоваться в основном xiaomi но эти тоже будут использоваться заряжаться вот вот этот и еще вот этот он мне тоже починил там что-то такое каньон это мне дарили за покупку я не помню какого-то то ли смартфона то ли просто телефона там nokia не помню он такой небольшой но опять же иногда неплохо иметь с собой такой маленький ну вот так ну здесь я даже не знаю вряд ли я буду что-то тут разбирать а нет вот эту маску надо убрать обратно сейчас это тоже нужно достать гигиеничка господи очередная гигиеничка в смысле я имею ввиду очередная начатая крем кстати вот этот вот хороший крем я его это так что у меня здесь еще лак нужно достать вот эта вот штучка протирать очки надо бы тоже достать положить сумку кисточку кисточку я все-таки взяла с собой еще блеск для рук то есть вот значит это нужно вот это все в ванной отнести так что это я не знаю в косметичку это тоже в косметичку это в ванную это в холодильник это в косметичку еще из питера я привезла вот такую розетку любимый разбирался на даче я считаю надо помыть короче у меня вот в балетном зале две вот такие розетки в основном у меня везде современные ну вот такие стандартные вот а по этой стене две остались советские потому что когда-то когда здесь была просто гостиная тут стояла стенка советская и в принципе этими розетками вообще никто не пользовался вот а когда я себе сделала в зал оказалось что вот эта розетка рабочая а вот эта розетка ну вот видно видите что произошло а когда любимый приехал он посмотрел развинтил ну короче да и она не рабочая ее нужно починить вот а я еще скажу ну как как бы вообще можно было это сделать сразу то есть это не проблема пойти купить а современную розетку потому что у меня в запасе только выключатели есть но я сказала что я хочу здесь именно советскую круглую розетку вот вот хочу и все мне как бы ну и когда он на даче разбирался у него вот была такая розетка я не знаю какой он сказал что что-то потребуется что-то не потребуется я без понятия вот то есть то ли там там внутренность нужно будет вот заменить то ли вот эту штуку я честно не в курсе в принципе мне бы хотелось сказать чтобы они были одинаковые но я не знаю насколько эстетично будет вот это вот поэтому посмотрим может быть в любом случае это мне надо и он мне еще нашел выключатель знаете который вот так дергается у меня опять же везде выключатели вот такие вот нормальные но в моей комнате у меня выключатель такой советский но дело в том что я большой свет практически никогда не включаю и этот выключатель находится у меня там в уголке в гардеробной ну что-то он перестал как-то работать вот ну у меня любимый приезжал два раза он мне очень много здесь сделал много чего помог вот ну и просто там у нас уже не дошли руки ну так вот нужно будет менять или не нужно но он даже у себя тоже нашел такой механизм но он сказал что надо там его что-то подправить поэтому сам уже привезет ну я это к чему говорю что да вот такие штучки ну вот люблю я потому что я себе сделала здесь зал меня устраивает цвет там обоев цвет как видите занавесок но это как бы не конечный результат потому что то что я сделать прям совсем хотела я еще не до конца понимаю какими это делать средствами ну то есть как именно у меня есть прям такая грандиозная идея вот поэтому пока так но должны быть советские розетки это прям вот обязательно это вот папина бритва филипс ну папа как бы умер к сожалению 11 лет назад поэтому эта бритва просто так лежала-лежала вот ну там же как бы и от сети аккумулятор все такое ну Андрей здесь попробовал отличная бритва но она правда у меня папа только качественные хорошие вещи покупал вот но Андрея поскольку есть возможность там то ли восстановить аккумулятор то ли еще что-то в общем он забрал ее сделал и я мы ее решили вернуть сюда потому что у него на даче есть бритва хорошая в городе есть и одна будет в Москве как раз вот папина вот как-то так вот она она классная так дальше что ну этот финал я буду вот разбирать уже в хобби влоге так и вот это вот это я в рукодельном влоге в рукодельном влоге буду показывать это тоже у любимого мама тоже любила вязать и прочее не скажу что ну короче мне вообще нужна стучка для перемотки ниток но конечно не такая современная это я потом куплю но это тоже классно посмотрите какие раньше были цены так ну здесь у меня в принципе все чистое я вообще как бы перед отъездом все постирала мы в город вернулись это у меня по рукоделию тут я сложила все банковские карты потому что да попачкалась короче у меня такая сумочка которую я в общем чтобы она не звенела так и моя дорожная вот эта штука здесь у меня штуки для вязания то что я успела очки нужно сразу мыть это в ящик это наверное тоже мы и Продолжение следует...